Евгения, доброе утро. Доброе утро. Я слышала о тейпировании разные факты, но говорят, что можно подтянуть овал лица, убрать второй подбородок, разгладить морщины. Неужели действительно вот такие вот пластыри могут заменить пластическую хирургию? Ну, пластическую хирургию нет, но много что можно с ними сделать. И убрать мелкие морщинки, расслабить мышцы, носогубные складки. Мы наклеили пластырь, у кожи возникает натяжение, и за счёт этого мышца расслабляется? Отчасти. У нас нету научно-доказательной базы в этом направлении. Всё основывается на анатомии, прежде всего, и на определённых наработках. Поэтому, конечно, необходимо пройти обучение, чтобы понимать, как он работает, тем более мышцы лица по-другому устроены, как на теле. И исходя из этого можно клеить. Есть наклейки достаточно простые, которые можно использовать в домашних условиях. Бывает разная ширина, только исходя из того, что удобно пользоваться на лице какими-то узкими полосочками, по телу широкие, но и для лица мы их будем настригать. Это дорогое удовольствие или доступное? В аптеках и в магазинах ортопедической продукции можно встретить тейпы по цене от 500 рублей до полутора тысяч. Безусловно, для лица, для четвертой кожи дороже. С какой зоной сегодня мы поработаем? Чаще всего приходит косметологу убирать межбровные морщины и носогубные складки. Поэтому носогубную складку покажу я, хотя её нужно клеить лёжа. Но межбровную морщинку покажу, поскольку её можно клеить в домашних условиях. А, кстати, с какого возраста можно их клеить? Как только появились морщинки. А от этого, кстати, кожа не растягивается? Нет. От того, что вот кто-то... Вот если так, тоже тянется. Правильно нужно снимать. Хорошо. Давайте начнём. Так, мы начнём с... Покажем, как работать с носогубной складкой. Мы возьмём тейп и замеры выставляем. Мышца большая и малоскуловая идёт от носогубной складки и идёт к скуловой дуге. Поэтому мы начинаем замер от скуловой дуги до носогубной складки. Отмерили расстояние, да? Отмерили расстояние. Отрезаем. Снимаем подложку. Здесь есть производственное натяжение на тейпе. Затем выкладываем, выставляем. Это у нас верхняя точка, да? Угу. Снимаем подложку. И вот здесь мы делаем натяжение только ткани. Тейп у нас не тянется. Угу. И хорошенечко зафиксировали и потянули. Так. И потом смотрим ощущения, впечатления. Разговаривать можно при нанесении, да? Рекомендовано ещё делать какую-то гимнастику для лица, фейсбилдинг. Некоторые упражнения можно делать. Вместе с тейпами? Можно, да? Да? Лучше наоборот эффект, да. Да? Серьёзно? А почему усиливается эффект от гимнастики? Гимнастика шевелит мышцами. Здесь у нас сигналы плюс кожа. Ну, то есть многое, что происходит. Я чувствую, что вот здесь у меня немножко вверх подтянулось. То есть раньше, когда артисты, да, в 90-х скотчем вот так вот оттягивали кожу, то есть, по сути, к нам сейчас это вернулось. Это был тоже тейпинг. Тейпинг используют давно, который не тянутся, лекопластыри покупают и используют. В данном случае он просто правильно эластичный, повторяет анатомически нам кожу. А, кстати, обычный пластырь подойдёт? Нет, точно. Специально это кинезиотейп, это зарегистрированная. То есть если просто мы наклеим обычный лекопластырь, то эффект не будет. И скотч тем более. Естественно. Так, ладно. Есть наклейки, которые делают лимфодренаж, то есть вот такой лимфодренаж убирает жидкость, те, которые дают лифтинг, собственно, поднимают, да, и те, которые нам придут какой-то контуринг. Сколько нужно проходить с этим тейпом? Достаточно 2-3 часа. 2-3 часа. Что ещё можем сделать? Ну и межбровную морщинку будем убирать. Мы будем также использовать, например, тейп 2,5 см, хотя можно взять 5 шириной и разрезать пополам. Угу. Делаем замер. Мыштосмарщивающая бровь, вот она у нас хорошо выражена, да, и поэтому мы сделаем вот такие вот замеры и отрезаем два таких кусочка. Снимаем подложку, замеряем в области над бровями, выставляем, это называется якорь, затем снимаем бумажную подложку и кожу оттягиваем и укладываем тейп без натяжения. Снимаем с подложки, делаем здесь на переносице такой перекрёсток, снимаем, натягиваем кожу и распределяем тейп. Сейчас пробуем смарщивать брови. Мешает, да? То есть нужно хорошо ещё проклеить. То есть не должна... Она будет, мы живые, я говорю, повторяют кожу, но мешает. Это хорошо, что она мешает. Да, то есть она не даёт нам сморщить вот эту зону. Да. Ну, я никакого дискомфорта не чувствую. А вот эти вот мелкие, мелкая сеточка? Это очень маленькие тейпы, называются Аку-тейпы. Их вообще снимают при помощи деревянной палочки и накладывают на триггерные точки, точки боли и мышцы, которые будут расслаблять. Поэтому такие маленькие можно также вокруг глаз использовать. Вот такие вот тоже используют там, где есть какие-то болевые ощущения. Плюс также на лицо, на межбровку можно использовать. Давайте теперь показывать, как их правильно снимать, чтобы не растянуть кожу. Методов снятия тоже есть много. Тут вот по тейпу мы практически отклеиваем. Есть вариант, что мы вот так вот кожу отодвигаем от тейпа. От тейпа. Первый вариант. Второй вариант. Есть ещё средства специальные для снятия, которые облегчают на масляной основе. То есть сначала они промазываются, да? Мы можем вот так вот его скатывать. Ну вот так вот, кстати, этот способ, мне кажется, комфортнее. Мне тоже такой больше комфортный способ. И вот здесь вот мы тоже будем его скручивать таким способом. Ну вот здесь будет чувствительно, поскольку здесь у нас волоски. Угу. Я уже помолодела за две минуты. Ну, я думаю, что не нужно бояться использовать их. И хотя бы разочек можно попробовать и посмотреть, что будет происходить с лицом. Спасибо вам большое за то, что вы на страже красоты. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин